«Art Deco» в переводе с французского буквально означает «декоративное искусство». Кстати, по правилам чтения с французского языка буква «Т» не читается, поэтому произносить «Art Deco» не совсем корректно. Название появилось в честь Всемирной выставки искусств в Париже в 1925 году. Интересно, что украшения в этом стиле уже вовсю носили модницы, только вот название этому стилю еще не придумали. Самым ярким периодом зарождения и жизни «Art Deco» можно считать время с 1908 по 1935 годы. Тогда, после введения сухого закона, были популярны коктейльные вечеринки, джаз и свобода в мыслях и чувствах. Яркие цвета, геометричные формы и линии, элементы эклектики, смешение стилей – вот те немногие штрихи к ювелирному портрету «Art Deco». Но давайте заглянем в самое сердце стиля и почувствуем его ноты. Самыми классическими украшениями в этом стиле спустя уже сто лет можно с уверенностью назвать геометричные браслеты, угловатые броши, роскошные сатуары с четкими элементами дизайна, яркую и харизматичную коллекцию тути-фрути, абстрактные рисунки на циферблатах модных часов. Но «Art Deco» был бы невозможен без смешения стилей. Мне очень нравится, как об этой эпохе рассказывает директор аукциона Бонхамс Эмили Барбер. Все мотивы древнеегипетской, персидской, индийской, японской, греческой и китайской цивилизаций были брошены в плавильный котел. Из этого вышли изысканные драгоценности, которые были очаровательны в своей обманчивой простоте, хотя на самом деле это были одни из самых изобретательных и безупречно сделанных драгоценностей XX века. Соперничество французских компаний «Кортье» и «Ван Клифф энд Арпельс» в тот период было очень острым. Ежегодно выпускались коллекции этих домов в стиле «Art Deco» с одной только целью – сделать следующую коллекцию совершенной во всех отношениях. Создав коллекцию тути-фрути, «Кортье» разделил мир ювелирного искусства на «до» и «после», на тех, кто был в восторге, и тех, кто говорил, что это пошло. «Ван Клифф» ответил на этот дерзкий шаг конкурента созданием уникальной инновации – невидимой закрепки. Именно этому ювелирному дому принадлежит использование этой техники закрепки впервые. Многие украшения «Ван Клифф» представляли из себя однотонную мозаичную поверхность в оправе, и это было очень стильно и дерзко для тех лет. До сих пор многие ювелиры берут за основу знаний по невидимой закрепке именно особенности техники у «Ван Клифф энд Арпельс». Но не только «Кортье» и «Арпельс» были главными фигурами в эпоху арт-деко. Сюда можно добавить и много талантливейших ювелиров того времени – Сюзанна Бельперон, Буавен, Жан Фуке, Лакрош Фрер, Жерар Сандо, Поль Брант и многие другие, а также некоторые коллекции Бушерон и Булгари. Арт-деко – это не только простота, совершенство и стиль. Это еще и фантастические варианты огранки драгоценных камней. Именно в этом стиле на первый план выходят ступенчатые огранки бриллиантов и цветных драгоценных камней, а также уникальные фантазийные формы – трапеция, триллиант, принцесса. Отдельно скажу и об огранке кабошон. Сочетание крупных драгоценных камней в огранке кабошон или, например, сахарная голова с одной стороны, а также геометричность и простой стиль с другой стороны сделали свое дело. Украшения в стиле арт-деко хотела уже не только каждая парижанка, но и весь мир. Не мыслим стиль арт-деко без неповторимой Coco Chanel. Ее жемчужные нити, наспех завязанные одним узелком, стали визитной карточкой стиля вечеринок 20-х годов. Отдельно скажу и о культовых брошках в виде перьев. Такие броши носили абсолютно все известные женщины того времени. Металлом служила не только модная в то время платина, но и золото с паладьевым напылением. Современный арт-деко. Этот стиль зародился сам по себе, как сорняк, растущий у дороги. Лишь в простом желании человека порадовать себя стильным и элегантным образом. С уверенностью можно сказать, что арт-деко настолько многогранен и ярок, что каждый находит в нем что-то свое. Уже прошло 100 лет, но украшения того времени актуальны и современны до сих пор. Этим стилем восхищаются и с удовольствием делают современные украшения. Недавно ко мне обратился Олег с просьбой приобрести красивый гелиодор для своей супруги. Он хотел создать украшения и преподнести подарок на день рождения. Красивейший гелиодор обладал интересной особенностью. Зеленовато-желтая окраска камня была как хамелеон. На одной камере цвет камня был более золотистым, а другая камера улавливала больше зеленоватые нотки. После покупки драгоценного камня Олег заказал у ювелира Натальи создание подвески в стиле арт-деко. Прошел лишь один месяц кропотливой совместной работы и роскошное украшение предстало миру. Интересно, что часть дизайна придумал сам Олег. И вот что у нас получилось. Помимо центрального красавца гелиодора в подвеску были инкрустированы бесцветные сапфиры, хризалит и зеленые граната-цавариты. Именинница была в восторге. Все получили большое удовольствие от создания такой красоты. Надеюсь, что эта красивейшая подвеска будет радовать хозяйку украшения долгие годы. Смотрите далее. Сегодня я хочу вам показать подборку, где представлены 23 аквамарина из Мадагаскара. От 2 до 4 карат в различных огранках. Каждый драгоценный камень из этой подборки имеет сертификат НГУ, а также подтвержденную чистоту не ниже ВИЕС. Все камни находятся в Санкт-Петербурге в частной коллекции. Эти аквамарины можно приобрести. Коллекционер собственноручно подготовит и отправит посылку с деком по России, а также странам СНГ. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург.